Пятый канал представляет Коллеги, поскольку мы здесь с вами собрались узким руководящим составом, я хочу кое-что сказать вам первым. Контракт, который мы наконец-то позавчера заключили. Золотая жила! Да, так уж и золотая. Именно. Уже сейчас понятно, что прибыли нашей компании вырастут как минимум втрое. Я накину зарплату всем, включая уборщиц. Так что, друзья, выпьем за процветание. Спасибо, спасибо Сергею Робертову. Друзья, друзья, дайте же мне сказать. Давайте выпьем за Сергея Робертовича, самого лучшего шефа на свете. Именно. Я всегда говорил, что Сергей Робертович руководитель от Бога. За вас, Сергей Робертович. Спасибо, спасибо. Ребята, что бы я без вас делал? Вы же моя семья. А моя семья достойна только самого лучшего. Сергей Робертович, вы просили разбудить вас утром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чего только не случается на таких вечеринках. Накануне вечером всегда бывает весело, а наутро стыдно смотреть коллегам глаза. Но на этот раз действительно произошло ЧП. На следующий день после банкета в загородной гостинице обнаружили тело директора фирмы Сергея Робертовича Стрельникова. Стрельников умер около шести часов утра от удушения. Руки его были связаны, на голове полиэтиленовый пакет. Отпечатков пальцев на пакете не обнаружили. Деньги из кошелька никто не взял. Значит, это было не ограбление. Стрельников был в разводе, но при этом всячески помогал воспитывать своего десятилетнего сына Федора. Сергей практически с нуля сам основал свою компанию и обеспечивал постоянной работой около двухсот человек. Кто и за что расправился с ним таким жестоким образом? Полиция попросила всех сотрудников фирмы никуда не уезжать и оставаться в своих номерах. Для допросов следователю был предоставлен банкетный зал. Что вы можете сказать по существу по вчерашнему банкете? Да ничего особенного. Обычный банкет. У нас постоянно такие мероприятия проходят. Руководство в банкетном зале, остальные в общем. Да и ничего такого особенного не происходило. Все веселились. Я не слушаюсь такие вещи. Ну там был один мужчина с недовольным лицом сидел. Высокий такой, худощавый. Я еще слышал, как они с убитым в коридоре ругались. Следователь решил немедленно допросить Егора Пирогова, который подходил под описание официанта. Подождите, да вы что? Ну вы что, вы меня подозреваете, потому что мы с Сережей в тот вечер поссорились? Егор Пирогов. 40 лет. Заместитель директора фирмы убитого Стрельникова. Да меня вообще страшно. Раздражали некоторые Сережины замашки. Он любил пустить пыль в глаза и любил тратить деньги фирмы на всякую ерунду. Делал все, что в голову взбредет. Никогда с нами, ни с кем не советовался. Дай мне пройти, что ты маячишь, что ли? Да куда? Как это куда? Я хочу спуститься в Нижний зал, где у нас народ гуляет. Я объявлю людям, что повышаю зарплату вдвое. Пойдем, пойдем. Да что ты? Сереж, ты с ума сошел? Он там 200 человек. Какое вдвое, какое всем? Ты и так на этот корпоратив кучу денег спустил. И что? Я могу себе это позволить? Да хоть все деньги. Егор, ты ж не бедный человек. Не забыл? Богатый даже, богатый. Так, богатый человек. Пойдем обратно, завтра на трезвую голову объявишь. Отстань ты. Рыба прилипала. Сереж. Сергей вообще был очень импульсивный. Особенно под этим делом. Но у вас же был мотив. Подождите. Так, вы думаете, что был, но... Потому что я же недавно стал компаньоном. Но только вот убить я его не мог. Потому что даже в дверь номера не заходил. Я ж только до дверь его довел. Ну что, я с тобой завтра поговорю. Да, поговоришь, поговоришь. Что? Что? Поговоришь завтра. Иди проспись. Благодетель. Наконец-то. Ну, куда ты пропал? Слушай, 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 слушай. Ты что-то разговаривал? Нас же могут увидеть. Ну, не сердись, Егор. Я просто так давно ждала им весь вечер, чтобы побыть с тобой. Пойдем? Слушай, послушайте, вы только жене не говорите, а? Вы же понимаете, обычно интрижка с секретаршей, но не удержала со мной. Егор заявил, что всю ночь провел с секретаршей Настей. Его алиби легко проверить. Я не понимаю. Это какой-то бред. Ну, кто мог убить Сергея Робертовича? Да его же все обожали. Он добрый, душевный. Анастасия Калугина, 23 года. Личный помощник убитого Стрельникова. Я в этой фирме недавно, но я сразу заметила, что Сергей Робертович, он не такой, как другие. Мне очень хорошо с ним работалось. И фирма серьезная, и шеф чудесный, и зарплата. Да тут такое. Анастасия Семеновна, где вы были в момент убийства? Мне бы не хотелось об этом говорить. Я была не одна. Понимаете? Я очень люблю Егора. И я не хочу создавать ему проблем. Разрушать семью. Ведь у него дети. Он ни в чем не виноват. Это все я. Тем временем следствие выяснило. Пока сотрудники увлекательно проводили досуг со счетов фирмы Сергея, на счет в иностранном банке были перечислены крупные суммы. Возле корпоративного банкета в загородной гостинице найдено тело директора фирмы Сергея Стрельникова. Смерть наступила от удушения. Мотив для убийства был у компаньона Сергея Егора. Но он заявил, что всю ночь провел в объятиях секретарши Насти. Она подтвердила его алиби. Следствие выяснило, что в ту ночь за счетов фирмы Сергея была перечислена крупная денежная сумма на анонимный зарубежный счет. Сегодня перевод денег осуществляется мгновенно. Нужно лишь знать номера счетов и пароли для входа. Вот сейчас я пополнил баланс своего телефона. А преступник примерно так же пополнил свой заграничный счет. Пароли, чтобы войти в систему и осуществить операцию, были только у погибшего и у главного бухгалтера фирмы Ивана Петровича Яковлева. Он также присутствовал на корпоративе. Сергей Робертович был замечательным человеком. Потрясающий руководитель. Я очень уважал его. Иван Яковлев. 50 лет. Главный бухгалтер. Разве я мог представить, что на банкете на этом корпоративе я увижу его в последний раз? Я ведь не пью совсем. Так, пригубил там шампанского остальные. Не мой формат эти все корпоративы. Скажите, а вам известно, что сегодня ночью со счетов фирмы была снята значительная сумма? Что? Вы понимаете, что это невозможно? Кто мог? Никто. Доступ имею только я. Все пароли у меня в ноутбуке. А его я или с собой ношу, или в сейфе храню. Безопасность. Слышали про такое? Да что там? Давайте-ка я вам сейчас все покажу. Ноутбука нет. Как же так? Я же его всегда с собой ношу. Я его из рук не выпускаю. Хотя постойте. Записка. У вас есть догадки от кого это? Я не знаю от кого она. Она напечатана. Она без подписи. Но я... Я очень хотел надеяться, что она от Арины Николаевны. Она очень мне нравится. Я оставил кейс, закрыл номер и пошел в зимний сад. Прождал там минут 25-30. Ну, 40 от силы. Никто не пришел. Я пошел обратно. Когда я поднялся к себе, проверить кейс мне как-то даже в голову не пришло. Пока Иван Петрович давал показания, экспертиза определила, что отпечатки пальцев и следы губной помады на бокале, найденном в номере Стрельникова, принадлежат Арине Груздевой, коммерческому директору фирмы. Как говорят французы, появление женщины грозит исчезновением денег. Вы, конечно, можете мне не верить, но я понятия не имею, откуда он там взялся. Арина Груздева, 35 лет, коммерческий директор. Я и Сережу не убивала. Я у него не была. Честно говоря, вчера вечером он был настолько пьян, что я не знала, как мне с ним уже попрощаться наконец. Извините, здесь... А это, похоже, и есть украденный ноутбук вашего главного бухгалтера. Кстати, с его помощью ночью обокрали вашу фирму. Что? Вы меня? Да как вы можете? Послушайте, это какая-то ошибка. Я вам клянусь, я из Сережи не убивала. Вы же не знаете... Я любила его много лет, а он никогда не обращал на меня внимания. Вы убили и обокрали его из мести? Я бы никогда не смогла так поступить с ним, я же обожала его. Алиби на момент убийства у Арины не было. Хотя она и просила отпустить ее под подписку о невыезде, ее задержали и поместили в СИЗО по подозрению в убийстве и краже денежных средств. Прошел месяц. Дело собирались передавать в суд. Но тут произошло нечто необычное. Пропала Настя Калугина, секретарь Стрельникова. В полицию с заявлением об исчезновении обратилась бабушка Настя Елена Петровна. Родители у Насти погибли в аварии, и бабушка сама воспитывала Настю и ее младшую сестру. Ну как пропала. Записку оставила и деньги. Много денег. Записки написала, уехала в длительную командировку за границу. Елена Вахрушева, 60 лет. Бабушка Анастасии, пенсионерка. Случилось чего-то. Думаю, не покончила ли она с собой, как ее младшая сестра, Катя. Все офис этот проклятый. Катя-то тоже в нем работала. Правда, фамилия у нее другая была. Это Калугина, а та от Селезнева. Этот офис-то проклятый ее и доконал. Ну, найдите вы уже. Настюшу мою, найдите. Тут-то и выяснилось, что младшая сестра Анастасии Калугиной раньше тоже работала личным помощником Сергея Стринникова. Пока не покончила жизнь самоубийством. Сама же Настя, как выяснилось, уехала в США. И на ее счетах обнаружили пропавшие деньги фирмы. Их происхождение она не смогла объяснить американским властям. И по линии Интерпола была отправлена в Россию. На допросах следователи убедили Настю написать явку с повинной. После корпоративного банкета в загородной гостинице найдено тело директора фирмы Сергея Стринникова. В эту же ночь со счетов его фирмы исчезла крупная денежная сумма. Кража была устроена с помощью ноутбука главного бухгалтера. Компьютер обнаружился при обыске в номере коммерческого директора Арины Груздевой. Ее арестовали. Через месяц бесследно исчезла секретарша фирмы Анастасия Калугина, при этом оставив своей бабушке крупную сумму в валюте. Следствию удалось разыскать Калугину в США. По линии Интерпола она была депортирована в Россию. Ну да. Это я убила Сергея. И очень рада, что все получилось. Я его ненавидела. Всем сердцем ненавидела. Я давно все продумала. Я специально к нему устроилась с личным помощником. Долго ждала удобного случая. И дождалась. Я знала, что это случилось. И случилось. Только сначала мне нужно было напоить снотворным Егором. Поехали. Давай за нас. Поехали. Подожди. Я сейчас в душе. Без Егора мне было не обойтись. Он был нужен, чтобы подтвердить мое алиби. Потом нужно было разобраться с Иваном Петровичем. Я ему предложила свидание в зимний саду. Знала, что он подумает на Арину. Я сама ему столько раз намекала, что он мне очень нравится. С ключами от комнат было проще всего. Я же личный помощник. Сама распределяла номера. Сама выдавала всем ключи. Ну и заранее сделала дубликаты. Потом зашла в номер к Сергею с бокалом Арины. Я его еще на банкете тихонько со стола забрала. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ты что за шутки? Ты кто же меня... Мадам. Это вы со мной хотите поиграть? Вы бы хоть предупредили, а то может я не готов, или вам со мной не понравится. понравится еще как понравится еще себя девочку шестер раньше молчал я теперь говорю сергей робертович вы помните катю а у нас еще будет карта ладно ладно пускай будет катя пускай катя заходит катя селезнева она не может зайти она умерла покончила с собой теперь вспомнили же помощница моя ты вообще откуда знаешь это моя младшая сестра настя развяжи меня давай обо всем забудем я тебя прощаю мы никому ничего не скажем и все замнем я тебе ничего не сделала развяжи меня ну да я не виноват она сама слышишь сама когда до него дошло что я не пожалею он попытался откупиться что ты хочешь денег денег давай я тебе все отдам я тебе отдам все до копейки отдам все что это не поможет шеф не знал что это не поможет продиктовал все данные и я тут же перевела деньги стомбука Ивана Петровича на свой счет он заслуживает смерти моя младшая сестра катя она была чудо а он ее уничтожил вот затащил в кабинет во время такого же корпоратива только в офисе ой спасибо тебе Селезнева Сергей Робертович может вам стаканчик воды принести не-не-не-не-не воды не надо Катя Сергей Робертович пустите какой Сергей Робертович? Сережа Катя, ты мне очень-очень нравишься а я тебе нравлюсь Сергей Робертович что? Сережа? Сережа, просто так все неожиданно а в этой жизни все неожиданно, глупенько а вот ты у меня секретаршей работала а потом раз и вышла за меня замуж пойдешь за меня замуж? ага а на утро растрезвонил всем о своей победе как она в койке? да, так себе, на троечку и что самое главное, такое ощущение, как будто она замуж за меня собралась потом я подкинула ноутбук Арине и мне нисколько не жаль что она столько времени за решеткой просидела сама соблазнила босса еще на что-то надеется представляешь? эта идиотка возомнила, будто босс в нее влюблен а он не знает, как отделаться от нее вообще он мне все рассказал сказал, что как женщина она вообще никакая а как помощница тем более ему не нужна ой, Кать, привет Танюш, ну в общем, мы как вечером с тобой договаривались так мы и встретимся, да они все заслуживают мести с одной стороны, может показаться, что Настя покарала негодяя а с другой стороны, у этого негодяя есть сын, 10-летний Федор который остался без любящего отца Анастасии грозит срок до 15 лет строгого режима она совершила преступление и будет наказана Настя отомстила за сестру но стоила ли это месть, свободы и душевного покоя? Настя убеждена, что да а я, я не знаю не знаю